мы снова в прямом эфире друзья там было очень много вопросов к сожалению я на все не успею ответить и сейчас еще прямой эфир 1 недоступен я не могу эти вопросы посмотреть мне остается ровно 10 минут до консультации после отпуска у меня по 4 5 консультаций в день такое врал летний поэтому у кого вопросы острые горящие и насущные сейчас у вас есть несколько минут для того чтобы их задать вот я постараюсь на них ответить остальным я обещаю только лишь что буду в течение лет стараться почаще делать прямые эфиры чтобы иметь возможность с вами пообщаться и ответить на ваши вопросы предоставить вам какую-то полезную информацию бесплатно так друзья поехали давайте спасибо за эфир спасибо вам алена скажите может ли питание влияет на ухудшение зрения вы знаете питание может влиять на все вот абсолютно на все но что касается зрения я думаю что здесь все-таки роль питания не настолько велика вот скорее всего причина в чем-то другом обязательно сходите к офтальмологу проконсультируйтесь можно ли вместе молочку и фрукты например люблю коктейли с кефира с фруктами сухофруктами нато нато это субъективный вопрос здоровому человеку можно кому нельзя у кого инсулин резистентность например да или кто хочет похудеть поскольку молочки высокий инсулиновый индекс фрукты том числе дает дополнительную нагрузку инсулиновую поэтому наверное это вариант для здоровых людей которые не преследуют цели похудеть у которых нет метаболического синдрома сколько желтков вы рекомендуете употребляю употреблять в среднем два желтка в день человек может есть спокойно правда ли что щавелевая кислота не усваивается с кальцием то есть творог с капусты есть нельзя есть такие так называемые антагонисты да как я вам говорила про усвоение железа вот та же примерная история да алена привет дорогая моя приходи завтра бегать будем с тобой бегать и болтать замачиваете ли вы крупы и орехи слушайте ну иногда замачиваю ну я вам рекомендую не употреблять крупы и орехи в таком количестве чтобы вы боялись фитиновой кислоты и и и нужно было что-то там замачивать стоит ли сдать анализ на переносимость лактоза чтобы понимать употреблять их или нет друзья мои анализы можно сегодня знать какие угодно вообще пойти сдать анализ и узнать что вы там генетически способны к тому или иному виду спорта даже это сегодня возможно вот но вопрос зачем все сдавать зачем все исследовать зачем копаться в своем здоровье находите болезни если вы выпили на утро натощак утром натощак стакан молока у вас все вздулось вам плохо у вас диареи у вас колики в животе более дикие без анализов понятно что у вас какая-то проблема с переносимостью молока если вы выпили молоко и прекрасно комфортно замечательно себя ощущаете зачем для женщин без лишнего веса завтрак 100 граммов гречки 40 граммов курицы нормальный завтрак вот прям категорически не люблю такие вот нормы нормально ненормально женщины разные разный рост разный вес разный образ жизни разная культура питания разная среда обитания разные метаболические реакции разная скорость обмена веществ ребят ну нет мне не бывает такого вот эти все вот рационы и программы там на рассчитанные 250 граммов чашечка стаканчик кулачочек они настолько все не персонифицированы поэтому не работают но вы же не роботы ну начните уже наконец к себе относиться с уважением относитесь к себе с уважением вы одна такая уникальная в природе шарлотка насколько это вредно для ребенка три года это же не барни или шоколадка с непонятным составом ну честно говоря я не категорично в плане сладости и в плане того чтобы заменять нормальную цивилизованную выпечку всю пп выпечкой то есть если вы раз в год печете торт тополеон испеките нормальный торт и угостите всю семью нормальным тортом не надо изощряться и печь его из лаваша с пп сгущенкой но я не сторонник того чтобы дети детям детей вот приучать к сахару я просто не понимаю зачем он понимаете я не демонизирует сахар от того что мы сейчас летом с вами пойдем и на улицу купим эскимо и съедим его получим удовольствием никто из нас не умрет но страшного не случится то есть все такие вот но крайности это конечно тоже не очень хорошо да для психики прежде всего не хорошо другой стороны не очень понимаю зачем детям вводить сахар в сон не понимаю честно не понимаю я вообще не сторонник про можно ли принимать омегу при грудном скармливании сейчас очень вообще много исследований научно подтверждено что омегу в принципе принимать не нужно тем более при 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 вскармливании без назначения специалиста самостоятельно точно ничего не надо принимать можно ли с помощью корректировки питания избавиться от топического дерматита конечно можно друзья мои конечно с атопическим дерматитом можно и мы с этим работаем конечно и с детками со взрослыми сколько творога можно есть по моему ответила индивидуально если хочешь похудеть нужно отказаться от молочки нет нужно отказаться от сахара в молочке не есть не есть творог не посыпать его сахаром как насчет ртути и прочего вредного в рыбе да есть такой момент крупная океаническая рыба накапливает ртуть едим хорошую рыбку дикую желательно мелкую читала что картофель и белый рис перевариваются организмом глюкозу друзья мои любые углеводы любые в конце концов метабилизируются решепляются до глюкозы это и ваш геркулес овсянка это и бананы это яблоки это и картофель и белый рис и больше того скажу коричневый рис тоже метабилиз метабилизируется до глюкозы страшно жить все в нашем организме метабилизируются до глюкозы и о боги даже белки могут превратиться в глюкозу кошмар кошмар друзья мои получать удовольствие от жизни от еды стоит ли устраивать разгрузочные дни на растительной пищи если ощущаешь тяжесть после переедания во первых не надо переедать во вторых все разгрузочные дни лучше обсуждать с вашим специалистом по питанию алена у вас замечательная фигура подскажите лучше не совмещать каши с мясом ну если хотите похудеть то лучше конечно белок мясной особенно жирный сочетать с большим количеством овощей и клетчатки после употребления чеснока неловкость и тяжесть желудки что может быть реакция на чеснок ну исключить чеснок может быть на чеснок такая реакция на лук бывает очень часто такая реакция на чеснок на лук так дочь 13 лет отказывается от мяса заставлять ждать как действовать нет заставлять точно нельзя мало ли вот сегодня отказалась через полгода будет есть следите что в принципе белок набирала из других источников животных это яйцо это молочные продукты и рыба как вы относитесь к верному сыру я к любому качественному сыру отношусь хорошо можно ли питанием скорректировать гормональный фон если ниже нормы на сто девяносто девять процентов юлия можно и нужно питание и гормоны это вот прям вот вот мозаика связано на сто процентов мы цикл с девчонками возвращаем отказываемся от гормонов и питанием одним образом жизни коррекции образ жизни возвращаем цикл у девчонок у которых у годами не было конечно можно маленький эндометрии после сильного похудения отсутствуют критические дни гормоны принимала помогло но больше не хочу как помочь организм питание обратиться к специалисту ребят сами вы не поможете но что же вот это вот по кругу надо смотреть что у вас в анамнезе надо смотреть анализы надо смотреть на историю похудения надо смотреть какие гормоны вы принимали сколько в течение какого времени у вас это аминорея как вы питаетесь как образ жизни ведете со специалистом работать это действительно долгий и тяжкий труд совместный но это все реально друзья последний вопрос и я убегаю метаболизм после яблок изюма капуста показатель не здоровья или норма наверное метеоризм гастроэнтерологу записаться какие анализы можно сдать у вас может быть проблема с усвоением клетчатки могут быть проблемы с кишечником нюансов много можете в принципе написать мне прийти ко мне на куску на консультацию если я смогу помочь 99 процентов что смогу то помогу если нет то я посоветую направлю с какими анализами какому специалисту обратиться к гастроэнтерологу то есть если проблема с которой вы сталкиваетесь вне зоны моей компетенции я обязательно помогу и направлю вас к к специалисту который уже к узкому специалисту который непосредственно вашей проблемой займется вот но думаю что смогу вам помочь аленочка очень вас любим почаще делайте эфиром большое спасибо девочки и мальчики дорогие мои друзья спасибо вам большое что сегодня были со мной в эфире я надеюсь что он был для вас полезен как и обещала в летний сезон я обещаю делать периодические эфиры будут они на разные интересные темы вот вы пожалуйста не ленитесь в комментариях почаще задавайте вопросы задавайте вопросы предлагайте темы которые было бы интересно в блоге обсуждать обязательно будем эти темы с вами обсуждать пожалуйста по поводу консультации не пишите в директ он у меня просто перегруженный периодически его пытаюсь разбирать но это очень сложно у меня есть прямая ссылка в профиле моей странице вы можете туда написать и обратиться ко мне на консультацию на данный момент есть очередь по два месяца но также у меня есть всегда возможность для срочной консультации и такой тоже возможно если у вас какая-то срочная проблема вот и с удовольствием буду со многими из вас работать и конечно для тех кто не имеет возможности или не не видит необходимости обращаться за консультацией я всегда для вас доступна в блоге собственно стараюсь вас баловать а очень полезной информации там спасибо большое всем я желаю вам хорошего дня крепкого здоровья благоразумия пожалуйста фильтруйте всю эту информацию которая вот этим безумным информационным потоком спускается сна а спускается до нас таких вот с маркетинговых вот этих вот небес вот думайте своей головой живите своей жизнью и не забывайте что вы одна единственная уникальная розочка которая стоит в самой прекрасной базе вот и пожалуйста относитесь к себе именно с с этой позиции вы прекрасная вы и счастливая вы красивая вы любимая сейчас девушкам обращаюсь и очень много я думаю что у нас будет с вами эфиров мотивационных потому что ко мне часто обращаются именно с этими вопросами вот и с удовольствием вам помогу помогу и расскажу как я работаю со своими клиентами не только в области построения рациона питания я но и в области психологии и как это все взаимосвязано все желаю вам хорошего дня солнечного прекрасного летнего 4 июня пока пока